Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Ирина Анатольевна Гайворонская, заместитель председателя Совета сторонников партии «Единая Россия» Московской области. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Здравствуйте, Мария. Сегодня в этот сложный период затишья в общественном пространстве мы хотим вас всех немножечко отвлечь. У нас в Одинцовском округе стартует новый проект сторонников партии «Единая Россия» «Сторонники за активное долголетие». И первым в рамках нового проекта у нас с вами состоится небольшой литературно-исторический экскурс. Научный консультант сегодняшней программы, филолог, историк, литературовед Александр Филинд, которого вы обязательно увидите в наших эфирах, как только ситуация немножечко стабилизируется. А пока в литературно-историческое путешествие с вами отправляемся мы, Мария Шматкова и Ирина Гайворонская. Да, Мария, у нас действительно сегодня стартует новый проект. По доброй традиции он стартует в Одинцовском городском округе. В дальнейшем мы надеемся, что он выйдет на тот же самый уровень региональный и федеральный, поскольку именно в городском округе у нас проекты стартуют удачно, благодаря поддержке администрации Одинцовского городского округа, благодаря поддержке руководства округа, руководству сторонников партии местного отделения. Я приношу извинения заранее перед нашими зрителями, поскольку я-то точно не историк, не литературовед и не филолог, но наш научный консультант сейчас находится в Москве, он обязательно, мы с вами об этом говорили, к нам приедет. А сегодня нам придется с вами вдвоем рассказывать сказку, рассказывать нашим зрителям, что он нам с вами рассказал. Действительно, этот проект направлен больше на лиц старшего возраста. Мы хотим поддержать наших уважаемых лиц старшего возраста, кто сейчас, к сожалению, находится, продолжает находиться в самоизоляции. Мы хотим вас немножечко развеселить, рассказать вам что-то интересное, но я уверена, что данный проект будет интересен не только им, а и более молодым, от мала до велика. История обычно интересная бывает всем, поэтому давайте начнем. Итак, Ирина Анатольевна, какое же сегодня путешествие нас ожидает, куда мы отправимся и о чем будем говорить? Мария, ну естественно, мы сегодня будем говорить на злобу дня. То есть, если у нас период пандемии, мы будем говорить про пандемии, про то, какими они были в истории человечества, как они повлияли на исторические события, вот именно эти пандемии, как они сказались на развитии общества, на развитии общественного пространства. И мы с вами поговорим еще, немножечко захватим тему литературы, мы поговорим о книге известного ученого-историка Барбары Такман с таким таинственным названием «Отдаленное зеркало». У нас в России эта книга выходила под названием «История-загадка XIV века». XIV века. Почему мы будем говорить об этой книге? Потому что в этой книге отражены исторические события того времени. Я думаю, что будет интересно. XIV век так далеко неужели мы можем сегодня провести параллели с сегодняшним днем, с событиями, которые происходят сейчас? Мария, мы не только можем, мы обязательно с вами это сделаем. Но давайте мы сразу скажем нашим зрителям, что это, в общем-то, все, о чем мы с вами будем говорить. Мы опираемся, конечно, на исторические факты, мы опираемся на точку зрения различных историков, исследователей. Но, в общем-то, это наш, в том числе с вами, авторский взгляд. Итак, мы с вами говорим о Европе. Европа середины XIV века. Я заранее приношу свои извинения. Если нас смотрят историки, действительно, историки, люди профессиональные, если я вдруг что-то не так сказала, произнесла что-то, не там поставила ударение, я приношу свои извинения. Ну, как бы для нас сейчас с вами проба пера. Поэтому, значит, что было в Европе в XIV веке? А в XIV веке в Европе было огромное количество самых-самых разноплановых проблем. С чем они были связаны? Они были связаны с историческим периодом развития цивилизации. Они были связаны с климатом. Поскольку совсем недавно, в 1302-1303 году начался Малый Ледниковый период. Эти проблемы были связаны с экономикой. Эти проблемы затрагивали тему религий. И, естественно, превалирующим здесь был военный блок. Поскольку в полном разгаре у нас была Столетняя война. Все об этом знают, об этой Столетней войне. А, казалось бы, в таких условиях, что может быть хуже? И вот именно в таких исторических условиях в 1347 году начинается страшнейшая пандемия чумы. А в чем же схожесть того времени с веком нынешним? И чем та пандемия похожа на то, что мы переживаем в настоящий момент? Вы даже себе не представляете, Мария, какая схожесть. То есть мы с вами сегодня будем обсуждать все. И мы будем постоянно проводить параллели. Но начнем мы сначала. Откуда вообще, вот даже в веке нынешнем, пришла к нам в Европу эта зараза? Откуда? Из Китая. Совершенно верно. Вот вам уже первая параллель. Эта зараза пришла из Китая. Потому что торговые пути. Да, вы знаете, потом, конечно... Исторически так сложилось. Транспортные некие узелы. Поэтому, в общем-то, это все... Это сейчас так, да. Вот то, что было раньше, потом свалили, конечно, на корчевников, на несчастных там великой степи. Да, естественно, что поскольку половина Евразии находилась под властью, пусть уже стремительно разваливающейся, но все-таки достаточно сильной золотой орды, кочевники там присутствовали. И вот эту вот инфекцию они, естественно, разносили. Как ее разносили там? Суслики и всякие разные там степные, грызунные. Но неважно, зародилась эта зараза тогда именно в Китае. И в мгновение ока вот эта вот чума очень быстро распространилась по всей Азии, уничтожив 80% населения Индии. Потом настала очередь Персии. Потом настала очередь османских владений. Византии, Причерноморья, Крыма. Это похоже на день сегодняшний? Очень. Похоже. Я вам хочу привести еще один пример, такой известный. Мы сегодня на эту тему говорить не будем. Мы ее отложим на одну из наших следующих встреч. Но к нам, насколько вы знаете, в 20 веке еще пришла одна эпидемия страшная, которую обозвали испанкой. Испанка. Испанский гриб, Испанка. Обозвали ее Испанка, видимо, из политкорректности. Но пришла она к нам оттуда же, из Китая. Понимаете, какая параллель? Пришла она нам из Китая. Сегодня же мы с вами обсуждаем век XIV. Значит, что у нас произошло? Вот эта черная смерть, она вот буквально мгновение ока опустошила весь монгольский мир, который занимал тогда значительную часть Евразийского континента. И множество кочевых племен, и целые даже ханские роды сгинули бесследно. В 1331 году пандемия опустошила китайский хэбэй. Есть параллель? Есть параллель. Досталось тогда и Пекину, который тогда назывался Ханбалык. Значит, по оценкам некоторых исследователей, на тот момент выжил только каждый десятый человек. Вы представляете, какая была пандемия? То есть Китай, хэбэй и такая ужасающая смертность. Выжил только каждый десятый. Только не говорите, что дальше все совпадает с современным сценарием распространения коронавируса. Не поверите, Мария, но совпадает. Вот куда в веке нынешнем эта пандемия в Европе пришла в первую очередь? Италия. Да, это наша замечательная, прекрасная, великолепная, всеми любимая Италия. Всегда такая радостная, праздная и беззаботная. Как и в этом веке, так и в веке 14-м пандемия пришла в Италию, пришла в город Генуя. Почему так получилось? Потому что в те времена у нас на море властвовали итальянцы. Итальянцы собирали пошлины в том числе и за проход через пролив Босфор. И у них, в общем-то, в городе Кафа, в греческом городе Кафа, у генуэзцев был такой свой укрепленный форпост. И вот из этого форпост замечательные генуэзцы привезли вот эту вот заразу в свой родной, любимый город Генуя. И в мгновении ока весь Апеннинский полуостров был охвачен вот самой страшной трагедией, которая потрясла Европу в обозримое историческое время. Значит, генуэзцы распространили эту заразу по всему Восточному Средиземноморью, в столице Византии, Царьграде, как говорили славяне. По-другому этот город мы знаем под названием Константинополь. Так вот, в этом городе смертность была жуткой. По некоторым подсчетам это две третьих населения, по некоторым подсчетам экспертов это девять десятых населения, в том числе умер и сын императора. Вот, что я хочу еще сказать, что приход пандемии, тогда вот этой пандемии чумы, черной смерти, он совпал еще с большим количеством различных потрясений. Это были землетрясения, это были цунами, и у людей это вызвало вообще вот ощущение конца света. Из Италии кошмар распространился по всей Европе, и потом он попал на африканский континент. То есть все то же самое. Ирина Анатольевна, Вы заинтриговали наших зрителей книгой Барбары Токман «Отдаленное зеркало». Какое отношение она имеет к сегодняшней тени? Мы заинтриговали даже самим вот этим мистическим названием, да, Мария, вот «Отдаленное зеркало». Почему мы говорим именно об этой книге? Потому что когда мы читаем эту книгу, когда мы следуем за героями этой книги, мы переживаем события, которые происходили вот в Европе того времени. Мы это как бы ощущаем, такое ощущение, когда читаешь эту книгу, что она написана про нас, про нас сегодняшних. И вот это поразительно, да, вот «Отдаленное зеркало», «Отдаленное зеркало будущих событий». Но вот автор ведь не могла. Автор, которая нас давно покинула. Эту книгу она писала там в середине 20 века. Она американка. Она ведь не могла вот этого предвидеть. И вот это вот мистическое название нам говорит как бы о том, да, что в общем-то в жизни все повторяется, все происходит циклически. И смотрите, вот тогда в Западной Европе за пару лет пандемии, только за пару лет, а ведь чума возвращалась потом еще многократно. Закончилась она окончательно только через 60 лет. Тогда вот в первые пару лет умерла, погибла, да, почти, да не почти, более 20 миллионов человек. Это треть всего тогдашнего населения Европейского континента. При этом смертность в Италии была больше 50%. То есть, похоже, да, похоже она на наш, к сожалению, похоже на наш сегодняшний день. И в общем-то эта зараза, чума также, она не смотрела ни на богатых, ни на бедных. Она так вот планомерно выкашивала все слои населения. В городах устанавливается жесткий карантин. Впервые, впервые устанавливаются границы. То есть, государства отделяются друг от друга. Устанавливается карантин. Значит, что происходило? В Милане, например, зараженных людей сжигали просто вот в их домах. Был такой архиепист, как Джованни Висконти. И по его указаниям закрывались эти дома и сжигались они вместе с жителями. Ну, хочу вам сказать, что благодаря этому вот в Милане, да, прости господи, вот не очень широко распространилась пандемия. Но методы были жестокие, сродни тому времени. Тогда принято, в принципе, было всех сжигать на кострах. Вы об этом знаете. У них не было лекарства, вакцины. Лекарства у них не было. Сейчас у нас немного другие методы. И слава Богу. Ну, вот именно тогда между городами и странами стали водить охраняемые кордоны, появились границы. И тогда были те же, опять-таки, параллели, похожие правила. То есть, если ты выехал за этот кордон, даже если ты житель этой страны, обратно тебя не пускают. То есть, если ты выехал в район, где уже появилась пандемия, обратно тебя не пускают. То есть, вот параллели, Мария. Ирина Анатольевна, как повлияла эта пандемия в целом на развитие общества на тот момент? Вы знаете, Мария, повлияла очень сильно. То есть, как бы это страшно ни звучало, но эта пандемия, она дала определенный толчок развития европейского общества. Каким образом? На самом деле, поскольку чума выкашивала всех равномерно и богатых, и бедных, то власти и элиты оказываются бессильными в борьбе с пандемией. И они просто сбегают из захваченных вот этой пандемией городов. Они просто прячутся. Либо они поддаются апатии, полностью прекращают свою деятельность. И, в общем-то, люди на тот момент, многие простые граждане, разочаровываются вот в этой власти. Они разочаровываются в аристократии. И на место вот этого правящего класса аристократии приходит правящий класс немножечко другой. Он уже немножечко по-другому ориентирован. Это, например, те же самые банкиры. То есть, немножечко меняется экономическая направленность. Развитие Европы получает другую экономическую направленность. В то время тоже был и голод страшный. И люди, которые пережили вот эту чуму, они потеряли всё. Они становились обычными разбойниками. То есть, это уже аристократическое общество встало на другие экономические рельсы. Оно пошло развиваться вот в общество таких вот уже дельцов, банкиров. И развитие этого, пусть оно было уже несколько замедленным, но его уже невозможно было остановить. И Европа как раз-таки у нас с вами входит вот в эту самую замечательную, известную эпоху Возрождения. Вот благодаря вот этой вот пандемии. То есть, чёрная смерть, она, по сути, привела к развитию современного мира. Ирина Анатольевна, что же России ей тоже тогда досталось? Похожи ли события тех лет на день сегодняшний? Мария, вы знаете, похожи. Они похожи, причём они похожи вот буквально зеркально. Вот вам, пожалуйста, отдалённое зеркало. Значит, пандемия в Россию пришла уже на своём излёте в 1351 году. Но на самом деле, когда она пришла на русские земли, когда она пришла ещё на незатронутую Русь, она тоже, в общем-то, собрала достаточно немалый урожай. Но в чём польза этой пандемии, если можно так выразиться? Ну, в общем-то, это действительно польза для Руси. В том, что до прихода пандемии Русь, древняя Русь, она была похожа на такую вот сеть разрозненных княжеств. Даже наша с вами, дорогая, любимая Москва, была разбита на несколько частей. И в каждой части были свои цари, государь. И самое интересное, Мария, вот в той же самой Москве между различными частями на ночь выставлялись картоны, запирались ворота. То есть вот даже Москва была поделена между некоторыми, несколькими мелкопоместными царьками. Но из-за того, что распространилась эта страшная зараза, эта зараза, как ни странно, у нас выкосила большую часть элиты. Но, в общем-то, это не странно, потому что элита и тогда была вся скучная. Общались они между собой. И так получилось, что все многочисленные потомки Александра Невского и его сына Даниила Московского, и его внука Ивана Калиты умерли все. И в Великом Княжестве Московском остается всего лишь один главный наследник – маленький князь Дмитрий Иванович, который станет потом Дмитрием Донским, который был воспитан мудрым и добрым митрополитом Алексеем Московским. Вот вам и польза получается для России. То есть для России это польза в объединении. И еще я хотела вам сказать об одной параллели с современным днем, что наибольшее количество зараженных… Где у нас с вами наибольшее количество зараженных? В Москве. В Москве, да. Опять-таки вот вам очередная параллель. Вот сейчас нас с вами обвиняют. Европа, особенно Америка старается. Говорят совершенно страшные вещи. Почему русских так мало умирает? Ну это ужасные вещи. Ну потому что, вот потому что вот мы такие. Потому что, возможно, вот климат вот наш российский, который тогда был еще более жестоким, да, у нас… Просто наша система здравоохранения оказалась готова к пандемии. И был определенный запас времени на то, чтобы перепрофилировать больницы, подготовить врачей, открытие новых госпиталей. И, в общем-то, как бы хотя бы частично принять вот этот бой, да, который, допустим, в той же Италии они просто не сумели справиться с ситуацией. И с учетом того, как вы сказали в самом начале нашей программы, насколько Италия, она и в 14 веке была беззаботной и обеспеченной. И то же самое мы видим сегодня в современной итальянце. Они, в общем-то, ничем не отличаются от своих предков. Это параллели, Мария. Параллели. Да. Вот. Ну это все правильно. Это мы делали в современном мире, да. А в общем-то, действительно, то ли вот менталитет у нас, иммунитет у нас скорее, да, у нас такой иммунитет. Да, у нас холодная страна, да, у нас сложный климат, но нам это помогает быть сильными и стойкими. И действительно, тогда наша русская земля понесла наименьшие потери. И, в общем-то, зараза у нас на русской земле и умерла. Вот здесь у нас чума и закончилась. Параллели с сегодняшним днем, как говорится на лицо, в истории все действительно повторяется. И как бы это страшно ни звучало, но в большинстве случаев приводит человечество на путь прогресса. Европа в 14 веке встала на путь экономического развития, вошла в эпоху Возрождения. Разрозненные княжества Древней Руси встали на путь объединения в единое, сильное и мощное государство. Какой же вывод мы в итоге сможем сделать? Зачем к нам приходят такие страшные испытания в виде мировых эпидемий? Чем человечество их заслужило? И что оно должно сделать, чтобы победить смертельное заболевание? Мария, ну мы сегодня с вами ссылались на такое литературное произведение, которое называется «Отдаленное зеркало». И, в общем-то, как мы уже говорили о том, что в жизни все происходит циклически. А происходит оно циклически для чего? Я думаю, что оно происходит циклически для того, чтобы воспитывать нас, людей. Существует такая теория. Существует такая теория, что каждые сто лет, сто лет в мировое общественное пространство происходит вброс новой пандемии, неизвестной идеологии. Но, как известно, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Весь вопрос в том, зачем это все происходит. Вот почему в том же самом 21 веке вот эти вот все пандемии происходят с пугающей нас чистотой. То у нас был какой-то птичий грипп, то какой-то свиной грипп, теперь вот у нас коронавирус. Но вот мое личное мнение, что с чем вот мы вошли с вами в 21 век человечества? Мы вошли с такой вот неуемной жаждой потребления. Да, мы хотим все и сейчас. Жажда наживы, жажда неконтролируемого вот этого потребления, то есть сверх всякой меры. И, в общем-то, наша земля, наша природа должны как-то от нас защищаться. А защищается она так, как умеет, теми способами, которыми она вот показывает глупым людям, что всего этого делать нельзя. Вот чем отличается господствующая в современном западном мире идеология от нашей, от российской, от которой привыкли мы. И, в общем-то, все народы бывшие наши, советские. Вот у нас идеология единая. Мы исходим из того, что в этот мир, прежде всего, рождается душа. Вот тело, оно вторично. А рождается душа, и рождается она с какой-то целью. Она рождается не только вот есть, пить, покупать вот это вот, потреблять, наживаться. Рождается душа для того, чтобы воспитать в себе какое-то определенное качество. Вот наш российский народ, он априори готов к тому, что жизнь, каждый день жизни, это не только праздник, но это испытание для души. И вот мне кажется, в частности, вы меня, конечно, простите, но в частности, и из-за этого в том числе, да, и тогда, и сейчас. Вот из-за этого природа, наша земля-матушка, к нам чуть более снисходительна, чем ко всем остальным народам. Поэтому я считаю, что нам немножечко надо умерить свой вот такой вот неуемный потребительский аппетит. И если мы, я так считаю, что если мы этого не поймем, вот этих вот тонких намеков пока, свиной, птичий, коронавирус, если мы не поймем вот этих тонких намеков, то природа для нас с вами придумает еще что-нибудь интересненькое. Поскольку мы с вами сегодня проводили параллели, а с 14 века. А параллели-то у нас похожи, события-то повторяются. Согласна. Спасибо, Ирина Анатольевна, за исторический экскурс. Пишите свои комментарии под нашим роликом в Ютьюбе, высказывайте свое мнение. Авторы проекта готовы обсуждать любые темы. Пишите нам о том, что вам хотелось бы еще узнать. Берегите себя и своих близких, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова